Всем привет! С вами Эмили Манов, со мной сегодня моя любимая Алия, и я думаю по названию вы поняли, что сегодня за ролик. Да, я решил повторить успех старого канала, очень интересного для меня в первую очередь ролика, и для вас в том числе. Я делаю доширак, который вышел у меня в районе 45-50 тысяч рублей. Я подумал, а что если продолжить этот формат и делать какие-то обычные, казалось бы, повседневные блюда, которые люди едят там через день, каждый день, очень дорогими. Именно поэтому сегодня я вместе с Алией буду делать пиццу, которая суммарно на столе продуктов вы видите на примерно 70-80 тысяч рублей. Ну, ладно. Вы спросите, что это за продукты? Я сама не понимаю, что здесь стоит так дорого. Я сейчас все расскажу. Пицца, которая будет стоить примерно 75 тысяч рублей. Приятного просмотра, обязательно что-то похалывать. Возьмите лайк сразу, подписку и... Let's go. Смотрим. Краб с мясом. Да, это будет вкусно. Небольшой стейк, что-то за 30 с чем-то тысяч. Давай понюхаем. Ну, красотка, не? Это я про Али. Мам! Очень даже ничего. А я говорил, а я говорил. Какой-нибудь подороже и повкуснее. Слушайте, давайте я вас сейчас удашу, вы попробуйте. То есть его можно натереть на пиццу и будет очень вкусно. На пиццу это будет восхитительно. Во-первых, он остренький, пряненький, очень вкусный сам по себе сыр. Сейчас будем думать, что еще брать самого дорогого. А есть какие-то, может, трюфели, что-то... Да, тоже есть, сам по себе. Отлично. Минус еще 8 тысяч рублей. Еще минус 8 тысяч. Что, официально ингредиенты на самую дорогую пиццу куплены. И завтра мы будем ее готовить. Я уже в предвкушении, что получится. Надеюсь, будет вкусно. Казалось бы, да? Так мало ингредиентов, но пицца стоит больше 70 тысяч рублей. Давайте начнем, наверное, с простого. Это овощи. Казалось бы, тоже простое, но стоит очень недешево. Красный лук. Я, честно, не помню, откуда он, но вот за эти две луковицы я отдал что-то рублей 300, наверное. Узбекский помидор. Здесь вроде килограммчик, полтора. И он вышел в районе там 700, по-моему, блин. Самое дорогое... Давай ты потом скажешь. Что здесь есть. Оно находится тут. Я думаю, там вы краешком уже, может быть, увидели, но это потом. Спросите, что это такое? Очевидно, что это какое-то масло. Для моего лица. Масло непростое, здесь написано. Тартуфу Бианко. Уайт трюфель. Белый трюфель. Кстати, белый трюфель же дороже. Давай понюхаем. Это масло трюфельное. И стоит вот этот флакончик около 3000 рублей. Вот такой вот маленький. Но пахнет он прям... А пахнет я... Баночка черной икры. В принципе, ничего особенного. Стоит такая баночка за 50 грамм 5000 рублей ровно. Краб. Вот такой красивый. Боже, вот с этой стороны он выглядит безумно вкусно. Стоит он что-то в районе 3000 рублей. Не так дорого, в принципе, по сравнению с другими ингредиентами, которые у нас тут есть. Я нашел на рынке какую-то суперкрутую пасту. Именно прям специально для пиццы. Испанскую, по-моему. Стоит она в районе 1000 рублей, если мне не изменяет память. Далее у нас... Я не очень их люблю, но я решил взять, потому что как будто бы наполнения было немного. Мои вкусы довольно необычные. Боюсь, ты не поймешь. Это вяленые томаты. Вяленые томаты. Вообще, на самом деле, может быть вкусненько. Нет. Ну мы попробуем, может быть, не будем добавлять. Но сам факт, что я их купил... Знаешь, ладно, если они будут невкусные, мы одну в центре вот так положим. Если что, если что, это единственное, что я достаю из всех салатов. Вяленые томаты. Я могу их как бы съесть, но мне невкусно. Баночка стоит 1200 рублей. Далее у нас на столе, если вы тут посмотрите, есть три вида сыров. Суммарно вот эти три сыра вышли в районе 10 тысяч рублей. Примерно. Может, даже побольше. Вот этот какой-то крутой, вот этот кусочек стоит 6. Вот этот поменьше с красным перчиком. Трех или четырех рублей. И вот этот, не помню. 200 рублей. И еще, естественно, как же без супер тянущегося, как он называется, моцарелла. Далее для меня тоже вообще абсурд непонятный. Смотрите. Для меня тоже. Колбаса. Колбаска. Обычная, ну типа со шпиком колбаска. Как думаете, сколько вот это стоит? Напишите сейчас в комментариях, и я вам в конце скажу. Ну, в конце обзора. Далее хамончик. Я не смог его ни открыть, ни попробовать. Хамон это нога, бычка, свиньи, кого угодно там с большой выдержкой. Тут прям ни слова по-русски, тоже испанский хамон. Бычка тоже может быть хамон? Конечно. Честно, не помню. Что-то в районе 5 или 6 тысяч рублей. Вот такой хамончик. В целом хамон всегда был дорогой, тем более если хороший. Далее. Тесто. Ну, тесто самое обычное. Это я сделала. Огурчики. Катя сама делала. Далее его сделаю. Доедай этого уже. Далее. Самое дорогое, собственно, что же есть у нас сегодня. на столе. Это стейк вагю. Я думаю, вы помните стейк вагю по ролику с Дешираком. Тогда я его купил. Небольшой стейк, что-то за 30 с чем-то тысяч. Здесь его чуть больше. Ценник вы увидите на экране. И, собственно, речь о колбаске. Колбаске, как я сказал бы. Вот эта подложечка колбасы стоит 5 с чем-то тысяч. Пипец, блин. Прикиньте? Пипец. Причем я попробовал и пахнет вот обычный сервелак. Ну, кстати, нет. Да, согласен. Если мне не изменится... Вот я, блин, забыл. Вот в ролике это говорили. Это либо дикий кабан, либо бычок. Либо бычок. Вот я не помню, кто. Пахнет, да, колбасой есть этот запах. Но тут есть еще какой-то запах. Значит, дикий кабан. Общую цену вы сейчас видите на экране. Пицца. Самая дорогая. Блюда, в принципе, плюс-минус будут сочетаться. Я, знаешь, что я думаю? Сделать как с Дешираком. У меня Деширак был разделен на две части. Одна сторона была такая, типа, более морская. А другая сторона будет мясная. Мы можем, знаешь, мы пиццу разделим на четыре части. Да, предлагаю. На одной будет краб с черной икрой. На другой будет краб с мясом. На третьей будет краб мяса. Краб с мясом? Да, это будет вкусно. На третьем будет мясо, хамон, колбаса. На четвертом будет мясо еще чего-нибудь. Чувствую, а я потом занимаю я. Слушай, вот я тоже так думал. Но когда я Деширак полностью, я еще смешивал тоже. И сыр, и рыбную сторону, и мясную сторону. Я пробовал, думая тоже, что будет плохо. При сочетании морского и мясного, оно было очень вкусно. Поэтому давайте распределять задачу. Твоя сейчас будет... Как это правильно сказать? Раскатывать. Раскатать тесто. Мы, кстати, купили заранее вот такую штуку. Потому что делали на квадратных, было бы, наверное, вообще не то. Ну да. Взяли круглый противень. Накатаешь тесто. Я, наверное, сейчас займусь быстренько овощами. Чуть-чуть прям. И, наверное, буду думать, что делать с мясом, пока натираю сыр. Потом мы быстренько... Из-за того, что это вагю, в чем суть? Во-первых, мы его прям тоненько нарежем, для того, чтобы мяса не было прям очень много на пицце. Чтобы просто как небольшие ломтики были мясо. У меня пицца ассоциируется с Новым годом. Когда именно домашние. Когда что-то все делают, и пицца домашняя с Новым годом ассоциируется. Странно. Ладно, погнали. Так как пиццу мы будем запекать, я вам хочу показать, чем я стабильно пользуюсь. А запекать я очень люблю. Я пользуюсь крутейшей бумагой для выпечки с кремниевым покрытием от Джундо. Пергамент в листах Джундо с двух сторон покрыт пищевым силиконом, что позволяет готовить без использования масла. Эффективный жир и влагоразделительные характеристики пергамента Джундо позволяют избежать прилипания выпечки к формам и противням. Отгорание продуктов и утомительные очистки рабочих поверхностей. Может использоваться для хранения, размораживания, а также раскатывания теста без муки. Я вот достать не успел, а я, к сожалению, начала уже. При воздействии влаги не теряет механических свойств и выдерживает до 250 градусов Цельсия. Ее можно даже использовать в микроволновых печах. Лично рекомендую. Еще у Джундо много всего крутого, чем я пользуюсь. Вот, например, эко-концентрат для мытья посуды с ароматом зеленого чая. Вообще отпад, если честно. Ссылочку на них дам ниже за качество лично вручаюсь. Так, сколько нам? Листа, наверное, два. Аль, посмотри, одного хватит там? Вот так, если. Так, я сейчас буду натирать сыр. Сыра побольше, да, Аль? Да. Вот этот, наверное, в бортике, потому что он дешевле. Ты ела пиццу с сырными бортиками? Конечно. Почему этого не делают? Я понимаю, что вроде... Делают. Я имею в виду, не делают вообще в целом. Это же очень много людей не едят бортики. Даже, ну, вот эти корочки пиццы. Они не понимают. Да, и как будто бы те люди, которые не едят корочки, ели бы их, если бы они были с сыром. Понимаете, дело, надо чуть больше сыра добавить, но сделать и пиццу подороже. Я был тем самым, кто доедал всегда за 7 дней. И я тоже. Я такая, а ты корочку не ешь? А, я съем, ладно. Блин, ну я надеюсь, будет вкусно. Будет жалко, на самом деле, если пицца за 75 тысяч, будет не очень. Пишите, кстати, что, если вам зайдет, естественно, этот формат. А я думаю, он многим зайдет, потому что многие любят видосы про еду, если они особенно еще и дорогие. А тут видос очень дорогой вышел. Что сделать дорогого дальше? Была мысля сделать шаурму дорогую. Ну, казалось бы, что можно... По сути, ингредиенты-то те же бы шли. Но это все равно. Сделайте ее полностью золотой. Знаешь, взять пищевое золото, и вот она же как круглая шурма. Завернуть. Золото, да, в пищевые листы. Ну, в общем, пишите. Кто больше всего наберет лайков, то мы сделаем самое дорогое. Прикинь, напишут селедку под шубой. Сделайте. Саму пиццу мне его весь натирать. Ой, а он трудно трется. Он твердый, потому что. Он как ламбир. О! Я его начал тереть, и он начал пахнуть. По-другому. Надо ставить печку. Греться. Парочку помидорчиков. Быстренько обжарить мясо. Я хочу еще раз скатать, потому что, мне кажется, все-таки тонковато. Можно на сером фоне вот это мое, вот где я говорил. Бездрежевое тоже растет. Нет, Аля, бездрежевое не растет тесто. А я говорил, а я говорил. Ладно, ничего страшного, Альчика. Я четвертый раз катаю уже. Это опыт. Мне просто нравится. Это жизненный опыт. Пластилин. Ты его ешь, признайся, пока катаешь. Так, ладно, давайте, наверное, увидимся, когда я уже натру сыр, потому что задача это не из легких. Так, сыр натерт, пицца уже на противне. Наша следующая задача, в принципе, и последняя перед тем, как мы будем делать красоту. Ты сейчас порежешь, наверное, сколько? Один-два помидорочка. Много я не хочу. Прям тоненько-тоненько. И красный лучок, его можно не жалеть, он сладкий, вкусный, будет хрустеть. А я займусь мяском. Тоненько его нарежу, пережарим и будем, в принципе, уже готовить. Мне Эмиль сказал, порезать помидор очень тонко. Насколько тонко? Прям кругляшочков несколько, прям тоненько. Естественно, мы поделимся сизиком мяско, которое стоит, там, тридцатку за килограмм, да? На, мой хороший. Давай на две лапки, молодец. Это так мило. Этот стейк можно жарить без добавления масла и чего угодно, потому что, если вы посмотрите, какая мраморность, то есть тут прям волокна очень-очень такие. Прям буквально 30-40 секунд мы пожарим, запечатаем на сковородке без добавления масла. И сейчас там все прилипнет. Аля, ну что это? Это лук. Я просто его теперь разделяю. Все, еще буквально 15 секунд. Попробуем, вкусный? И это даже без масла? На, тебе тест. На тест. Возьми какой-нибудь кусочек. А мне на тест. Это очень вкусно. У меня тест не удался. Не, ну, вот супер мраморное мясо, оно, типа, это абсолютно вообще другое. Очень вкусно. Очень. Поднимите руку, кто уже хочет попробовать эту пиццу. Настал тот самый момент. Так, я предлагаю начать с того, что нам нужно это все сначала помазать соусом. Все верно. Вот этим. Наверное, я ложечку принесу. Да, давай ложечкой. Так, первым у нас идет основа. Я знаю, что его вот так плюхают в центр и потом размазывают. Да, но только ты бортики вот так не мажешь. Именно благодаря основе получается сочная пицца. Первый слой сыра. Давай бортики сделаем. Сначала бортики, ты думаешь? Я думаю, да. Давай. О, да, боже. Сырные бортики, это была гениальная идея. Так, далее мы берем... Вот это я понимаю, бортики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что получается-то, блин? Ну, красотка, не? Это я правильно. А пицца тоже ничего. Хорошо. Все. Так, мы берем вот этот дорогой сыр. Я думаю... Моцарелла в самом конце. Да. Прям тоненький-тоненький слой, чтобы были у нас и так ингредиенты. Нормально. Если честно, хочу начать с мясной стороны. Давай. С одной четвертой. Так, это есть. А вот эта часть и с вагю, и с хамоном, и с колбаской. Давай. Сразу, конечно, к черной клее полетело. Берем самые тоненькие кусочки. О, щит. Я думала, помидорки в конце, когда она уже запечется. Давай дальше. Вот эта часть. Откроешь? Ну, вот фиг знает. Ну, вот тогда с тобой пробуем пиццу. Пока мы открывали баночки, Эмиль съел все мясо. Нет, доставим ее. Что? Ладно. Давай, помогай. Хорошо. Вот эта часть у нас будет с крабом. Чисто с крабом. И с черной икрой. На черную икру мы будем добавлять в самом конце. Последняя сторона. У нас будет супер-мега много всего. Мы берем остатки вагю, которые Аля доела. Давай вот отсюда свороем парочку. Так, ну, я думаю, хватит краба и мяса. Нам нужно с тобой теперь положить колбаски. Я бы прямо вот так положила. Красиво выглядит два кусочка. Давай весь раздорованием. Я очень люблю монцареллу. Только поменьше сыра. Поэтому я хотела поменьше сыра, чтобы монцарелла побольше была. И она приготовится. И ложечкой аккуратненько вот такие точечки черной икры будут в конце. Ох, нормально. Давайте запускать. Убирайся. Ждем приготовления пиццы. Доделываем, потому что у нас еще есть три ингредиента, чтобы полноценно была. Все, приводим стол в порядок и ждем приготовления пиццы. Пицца готова. Я тоже готов ее доставать. Вау, как это красиво выглядит. Но это еще не все. Это еще не все, друзья. У нас есть небольшая... Ну, выглядит, по-моему, очень даже ничего. Давай начнем, наверное, с масла. Давай просто обжигнем. Парочку, да? Я думаю, бортиков нужно будет. Я думаю, оно распыляется. О, просто жесть. Самая вкусная в этой пицце черная икра, ее просто ксим и все. Пицца, самая дорогая, которую я пробовал, она стоила 12,5 тысяч. И была в ресторане. Можно положить мне? В одном очень дорогом отеле. И в отеле вот был ресторан. 12,5 тысяч, еще раз напомню. А эта пицца, учитывая покупку ингредиентов, обошлась в 75 тысяч рублей. Ну, и ладно уж. Одну. Не будем, да, добавлять? Слушай, сегодня неплохо. Все, друзья, представляю вашему вниманию пиццу за 75 тысяч рублей. Все, под съем и под музыку. А-ля миль. Птица, пицца а-ля миль. Ну, давай, наверное, сначала мы попробуем, да? Давай. Я хочу попробовать кусок, где есть все. У нас гирные бортики. О, май гад. Блин, горячо, да, эти тарелки? О, май гад. Это идеальный кусок пиццы, ребят. Так, у меня здесь только краб, черная икра и сыр. Блин. Мы сделали пиццу, понимаешь, за 75 тысяч рублей. Ешь уже. Ну, подожди. Ну, еще не хватает грибов, шампиньонов. Я думал, какие-нибудь вешенки, но что они стоят? Ну, у нас трюфельный этот, так что норм. Я просто держу уже эту пиццу и тебя проклинаю, если честно. Ну, Валь, ну, потерпи секунду. А что ты делаешь? Она чуть остынет на противне горячее просто. Я в шоке просто с него. Он резал 30 минут. Он резал 30 минут. Он резал 30 минут. Клал 30 минут черную икру. Все, давай, Валь. Ну, днятина. Это очень вкусно. Ел! Мам! У меня упало на полпиццотых рублей. Друзья, кусочек нашей пиццы стоит 9300 рублей. А ты только сыр, это, морскую же пробовал, да? Я взял кусок совсем, перемешку. Вот он, кстати. Если что, запомните. Советую, если что, сейчас кто будет пробовать пиццу совсем. Хорошо, что здесь есть островатый сыр, он дает очень вкусно. Тут вопрос не в том, что мы сейчас пытаемся восхвалить нашу еду стоимость, но... Это очень вкусно. Это правда вкусно. В куске, где есть все. Объясню. Во-первых, вкусное тесто. Каждый продукт по очереди раскрывается. Я думаю, что будет в перемешку все. Но я сначала чувствую прям моментом. Томатную пасту, чувствую стейк, потом чувствую краб. Сначала краб. Потом немножко хамона, солоновато-жирненькая колбаска. И потом все это сверху накрывается вкусом сыра. А вот с крабом, мне просто очень нравится, как краб поджарился. Вкусное масло тоже чувствуется. Очень, да, оно прям трифльное масло, оно решает. Сырный бортик, сырный бортик. Базара нет. Не пробовать. Все, сажаем сегодняшних гостей, которые уже в слюнах там топятся. Ну, признаюсь, мы сидели и умирали, когда они отрывали пирог. Я слышала, как слюни колотались. Так, мы берем здесь, как будто бы тоже мясная, есть кусочек хамона. Ну, погнали. Только честно, если будет, типа, если какие-то минусы, ты говори. Окей, конечно. Ну-ка, ты там с ума сходили. От ароматов. Вкусно? Да. Во-первых, у нее реально вкусный стейк. Она такая пицца, знаете, вот, как будто ты сидишь в арестике, и там не пожалели начинки. Вот я бы, наверное, ну, наелась кусками двумя. И прикольно, что есть экран, и весной пицца, она дает вот в конце такой соленоватый классный привкус. И дорогой сыр, очень чувствуется, что он реально дорогой в этой пицце. Это очень вкусно. Вы, наверное, могли слышать журчание моего живота. Весь ролик, вот, это был я. Я пришел голодный, как обычно, давайте пробовать. Беру без стеснения самый большой кусочек. Ммм. Я слышу, как он чмокает, и мне как хочется это съесть. Ребят, я очень люблю, когда в пицце тонкое тесто. Тесто очень вкусное. Начинка, я чувствую краб, настоящий краб, прям чувствуется. Это безумно вкусный сыр сливочный. Про то, что ты сказал, раскрывается потом. Реально, вот сейчас я чувствую вагю. Блин, ребят, это... Ой, это сейчас еще черный икрой. Ммм, угу. Ммм, угу. Ммм, угу. Это просто восторг. Десять из десяти. Тарелочку. С собой. Так, надо найти, так как я не ем икру. Блин, ну она пахнет, как будто бы это не пицца. Я даже не знаю, что. Не понимаю, на что похоже. Похоже не на пиццу, похоже на что-то такое, прям какой-то вкус детства, какой-то то ли бабушкин пирог, то ли еще что-то. А ты мясное, да, взяла? Да, но очень-очень вкусное мясо. Мясо редко бывает таким, что оно, знаете, вот запах его не отдает прям чем-то. Вот я не люблю, когда мясо отдает супер мясом. Тут спокойненько тогда. Мясо, конечно, решает. Мясо очень вкусное. Мне нравится. Вопросов нет. На самом деле, я думаю, будет хуже. Опять же, возможно, это какие-то завышенные ожидания и проявления каких-то излишних эмоций. Возможно. Но с уверенностью могу сказать, что это правда вкусно. Понятное дело, что это не стоит тех денег, которые я потратил на эту пиццу. И это, скажем так, челлендж, собственно, как он и есть для того, чтобы показать его вам. Сделать самую дорогую пиццу из самых дорогих ингредиентов. В повседневной жизни никому не придет в голову адекватному человеку это делать. Я думаю, что сделать что-то похожее, но дешевле можно. И я предполагаю, что мы это сделаем в ближайшее время. Потому что это правда очень вкусно. В целом, миссия выполнена. Я безумно рад результату. Считаю, что ролик удался. Посмотрим на вашу обратную связь. Естественно, лайк, подписочку на канал. От этого будет зависеть продолжение этого формата. Обязательно пишите, как я уже говорил в начале ролика, что вы хотите, чтобы из, казалось бы, простого и обычного повседневного мы сделали очень дорогое. С вами был Эмиль. Али уже доедает девятый кусок. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok